Олег Вячеславович, 24 ноября Озерский городской округ посетил генеральный директор некоммерческой организации, региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вадим Борисов. Одна из главных целей его визита это увеличение собираемости платежей в фонд регионального оператора. На сегодняшний день собираемость платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов у нас составляет почти 40%, показатель средний по области, то есть в принципе мы находимся в нормальной позиции по собираемости. В настоящий момент у нас пройдет платеж за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, поэтому процент собираемости увеличится. За муниципальное жилье Озерский городской округ сколько должен заплатить? Почти 8 миллионов, то есть мы сейчас сделали корректировку в бюджете и почти 5 миллионов оплатим в начале декабря месяца и до конца года закроем все наши долги по оплате капитального ремонта муниципального жилищного фонда. На встрече с генеральным директором некоммерческой организации региональный оператор постоянно звучал один и тот же вопрос, можно ли на территории Озерского городского округа организовать свое отделение регионального оператора? По поводу организации своего отдела регионального оператора в Озерском городском округе ответ был дан однозначный, что это нецелесообразно по финансовым соображениям, по экономическим. Это потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета, потому что региональный оператор финансируется из областного бюджета. И сейчас я считаю, что у нас и смысла большого не будет, потому что мы наладили контакт и с Вадимом Борисовичем, и с представителем в городе Кыштым Сергеем Александровичем Васильевым. Мы договорились о регулярных встречах с населением, с нами, с представителями власти. Не каждый раз в них будет принимать участие генеральный директор Вадим Борисович, но представитель Кыштымского отделения будет принимать участие каждый раз. И я думаю, мы все вопросы закроем. Они готовы ответить на любые вопросы, которые мы им будем задавать. И Вадим Борисович отметил, что в принципе вопросы-то они одни и те же во всех округах, так что они готовы. Ответы есть. И основная проблема мы видим не в том, чтобы наладить контакты, сделать здесь представительство или отдел открыть. Основная наша проблема в том, чтобы наладить контроль за качеством работы. И вторая проблема, которая уникальна, как оказалось для нашего города, это отсутствие заинтересованных подрядчиков на выполнение этих работ. Только в Озерском городском округе региональный оператор смог найти одну строительную компанию, которая зашла на выполнение работ по капремонту 2015 года. Они вообще сильно удивлены, потому что они работают не по 44 ФСЗ, не по аукционам, а по конкурсу. Максимальное понижение от расчетной цены 10%. Большего понижения они даже не рассматривают. Они считают, что это условия привлекательные для строительных компаний. Но почему-то в Озерске никто не заявился на эти работы. И они ждут, что наш город еще и проявят активность. Предприниматели, строители нашего города проявят активность. И на 2016 год будет заявлено больше участников и пройдет реально нормальный конкурс. Олег Вячеславович, Вы можете назвать адреса, по которым в этом году уже начнутся капитальные ремонты? По нашему городу, по капитальному ремонту, по Озерскому городскому округу работа уже практически закончена в поселке Новогорный, по адресу Ленина 13. А именно по городу Озерску у нас в этом году начнутся работы по замене кровли по четырем адресам. Победа 30, Ленина 70, в поселке 2, Южная 2 и улица Майковского, дом 3. То есть это в декабре месяце начнутся и должны быть завершены эти работы. Остальные работы по программе этого года, 2015 года, конкурс уже проведены, итоги подведены, подрядчик определен, но работы будут проведены в 2016 году. Олег Вячеславович, Вы призываете людей платить за капитальный ремонт, а сами Вы платите? Сам я плачу, то есть мы же это уже и с Евгением Юрьевичем Щербаковым сказали, что все мы платим, тем более штрафные санкции, которые будут с 1 января, это будет 11% на сумму всего неоплаченного платежа, независимо от того, за октябрь человек не заплатил или за март месяц прошлого года, текущего года, 15-го года, процент будет 11%, поэтому я призываю всех сейчас платить. Это будет очень финансово затратно оплачивать платежи этого года в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok